Рекламно-информационная программа Культпоход Начало первого на часах, это программа Культпоход Добрый день, сегодня пятница Желаем вам хорошего настроения Поднять, кстати, вы можете сами себе Выиграв у нас что-нибудь такое интересное 211 101, номер нашего телефона Чуть позже начнется викторина, призов у нас, как обычно, достаточно И вопросов тоже Да, ведут программу, напомним, Николай Голиков И Владимир Сметалин И у нас в гостях Константин Маслюк Руководитель и дирижер Вятского симфонического оркестра Имени Валерия Александровича Раевского Константин Александрович, добрый день Здравствуйте Сегодня мы будем говорить о начале нового Юбилейного концертного сезона Сезона 60-го по счету Который стартует уже в это воскресенье 1 числа, 1 октября В Вятской филармонии Давайте пройдемся подробно По тому, чем будет наполнен этот сезон С чего предложите, собственно, начать С нашим слушателям С чего, собственно, он начнется С 1 октября и стоит, мне кажется, начать Тем более, что там будет как раз оркестр Симфонический Конечно 1 октября, Международный день музыки Мы открываем наш концертный сезон Официально открываем Я подчеркиваю Официально открываем Он уже открылся, да Он уже прекрасный концерт Неофициально Фестиваль земляки Возвращение на вятку Да, и симфонический оркестр уже сыграл программу, которая называлась Увертюра к юбилейному сезону Программа состояла только из увертюр И надо сказать, что это был необычный для нашего коллектива концерт Обычно в наших программах участвуют солисты Мы с удовольствием сотрудничаем с хоровыми коллективами А здесь был тот редкий случай, когда на сцене весь вечер царил оркестр Он был главным действующим лицом И надо сказать, что концерт прошел успешно, на мой взгляд Вообще, надо сказать, что это традиция У нас уже до официального открытия сезона До официального начала Все-таки устраивать какие-то мероприятия Потому что люди за лето отдыхают от каких-то интересных событий И, в общем, говорят, что мы соскучились И ждать начала октября мы не хотим Мы с удовольствием придем к вам и в сентябре, и даже в августе Собственно, приходили Приходили, да, так и было Что касается 1 октября У нас была давнишняя идея Как-то посотрудничать с Большим театром И, в частности, с такой структурой Большого театра Который называется «Молодежная оперная программа» Этот проект нам помог реализовать наш земляк Генеральный директор Большого театра Владимир Георгиевич Урин Который это дело благословил Дал соответствующее распоряжение И делегировал, так сказать, гала-концерт солистов Молодежной оперной программы Большого театра И открывает наш сезон Это вот 1 октября, воскресенье, да? Да, это 4 очень голосистых, очень талантливых исполнителя Точнее, 2 исполнителя и 2 исполнительницы Да, 2 баритона и 2 сопрано И программа наша подобрана таким образом Чтобы представить некую ретроспективу Да, и максимально полно показать И их возможности И пройтись, как говорится, по мировому оперному наследию Да, то есть там будет звучать как музыка Моцарта и Россини Так и, конечно, фрагменты русских опер И закончится все это отрывками из венской классической опереты Кто непосредственно формировал именно эту программу Концерт 1 октября? Вы знаете, общими силами мы это сделали Коллеги из Большого театра представили нам репертуар А я уже подумал, каким образом это все привести в какой-то такой оформленный вид Дополнив и разбавив, как говорится, вокальные номера Популярными симфоническими миниатюрами Материал для нашего симфонического оркестра знакомый? Не всегда Не всегда Что пришлось осваивать? Надо сказать, что есть чрезвычайно известные Просто известность этих сочинений, она действительно очень велика Такой, как знаменитая Ария Мазепы из одноименной оперы Чайковского Ее, в общем, все знают Удивительно то, что в оркестре ноты эти существовали Но вот, насколько я знаю Не исполнялись Это ни разу не было исполнено Да, ну, по разным причинам Не находилось солиста Не получалось, да? Сознаваться, не было повода Материал довольно любопытный Знаменитая сцена Мезгиря и Снегурочки С его ариоза Да, с его ариоза на теплом синем море Тоже целиком будет исполнена впервые Фрагменты каких-то оперет Легара и Кальмана Тоже у нас не звучали Хотя они совершенно на слуху И так бывает, в общем Так бывает, что какие-то сочинения известные Еще ждут своего часа Чтобы прозвучать у нас, как говорится, живьем Но такой большой-то проблемы для оркестра, я думаю, это не представило? Да нет, конечно Как музыканты Скорее, понимаете, мы были озадачены поиском нотного материала Здесь нам пришлось кое-какие усилия предпринять Поясните, в чем тут проблема? Ну, потому что, в общем Его, знаете, да, его на заборе не расклеивают Не самый распространенный вид литературы Это, в общем, где-то нам помогли коллеги из Большого театра Где-то я подключил какие-то свои личные связи Да, позвонил одному из главных дирижеров И спросил, а вот у тебя есть такое сочинение? Да, вот, и учитывая то, что я ему помогал Он сказал, да, если даже у меня нет, я спрошу еще у кого-нибудь Так что вот такие вещи Вы знаете, сейчас, надо сказать, с этим делом гораздо проще стало Я вот в этом отношении очень понимаю, в каких условиях, например, находился Валерий Александрович Раевский Вот ему было очень тяжело, очень тяжело Потому что сейчас есть интернет, где, в общем, много чего можно А цифрованное, но тоже не все Да, да, тоже не все Да, да, но, вы знаете, сейчас есть еще и, например, электронная почта Да, я одно из сочинений, скажем, нашел в одном из сибирских оркестров Да, я позвонил, и тем же вечером я уже эти ноты Выслали они Да, эти ноты, так сказать, у меня уже были, да А я знаю истории, когда Раевский договаривался и с проводниками посылали Причем, понимаете, ну, нотный материал, да Это ведь не два листочка, это на весь оркестр, да Ну, это партитура и голоса, это стопка И все это, да, и все это, вы знаете, это было уже скопировано на ксероксе, да По десятому разу, и все это было и бледно, и играть было неудобно Я вам больше скажу, мы сейчас, в общем, проводим какую-то ревизию время от времени, да, в нашей библиотеке Когда мы видим, что, в общем, ноты не должного качества А у нас сейчас есть возможность их заменить, мы, конечно, их заменяем Ну, так немножко отвлекаясь и вам тоже приходится в процессе творческой деятельности делиться с коллегами Ну, конечно, конечно, конечно Да, еще о концерте, который будет 1 октября Вот эти солисты, названные вами, четыре солиста, двое мужчин Двое женщин, двое Да, это мужчины, это баритоны Они все отдельно будут выступать, да, в спророждении оркестр? Нет, нет, возможно, дуэты Нет, 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 опять же, все говорят про Мезгре и Снегурочке Да, дуэты будут, будет дуэт Будет из Снегурочки, будет дуэт из «Свадьбы Фигара» Моцарта, будет дуэт из «Принцессы цирка» Кальмана, будет дуэт из «Паяцов» Ленковала. Вот это будут дуэтные номера. Я немножко поясню по поводу молодежной оперной программы как таковой. Эта структура появилась не так давно в Большом театре, где-то лет 10. Это в буквальном смысле слова «молодежь». Да, это буквально в смысле молодежи. Но молодежь в вокальном понимании — это не 16 лет. Понимаете, да? Это скорее между 20 и 30, вот скажем так. Все равно это уже профессиональные музыканты. Безусловно. Да, это люди, которые... Понимаете, в чем смысл этой структуры? Дело в том, что... С одной стороны, это действительно солисты Большого театра, которых принимают туда на работу. С другой стороны, это своего рода стажировка. Да? Это своего рода стажировка почему? Потому что с ними занимаются. С ними занимаются. Творческий рост, он продолжает в обучении. Да, и надо сказать, что подобные структуры существуют при всех крупных оперных театрах мира. Да, я знаю, что... Ну, и всем, собственно говоря, это известно, что существует Академия молодых певцов Мариинского театра. Это вот подобная структура. Кадровый резерв. Я обратил внимание на то, что в Большом театре в ноябре будет концерт под названием «Лучшие молодежные оперные программы мира». Да? То есть будут приглашены как раз коллеги из других стран, я так понимаю, прежде всего. И разговор идет о том, что это не только кадровый резерв для, собственно, Большого театра, да? Некоторые из них не остаются в Большом театре. Кто-то остается, а кто-то нет. Кого-то приглашает в метрополитен опера, понимаете, да? После вот этой стажировки. Да? В смысле, после вот пребывания вот в этой молодежной оперной программе. И здесь авторитет и опыт руководителя всего этого проекта – это известнейший вокальный педагог Дмитрий Вдовин, да? Ну, он не только педагог, но он еще и менеджер. Вот сейчас в новостях говорили о футболе. Надо сказать, что здесь есть некая параллель. Параллели можно провести. Да, параллели, когда какой-то клуб готовит. А потом, в общем, люди выходят на трансфер. И не обязательно остаются в том клубе, где они… Это нормально, конечно. То есть те ребята, которые выйдут послезавтра у нас на сцену, да, где они будут через 10 лет, трудно даже представить, да? Да, да, да. Но я уверен, что где-то будут, что они не потеряются. Потому что, ну, в общем, я человек достаточно опытный уже. То, что я услышал, а я проводил с ними репетицию в непосредственно в Большом театре под фортепиано, да, прежде чем пригласить сюда. Голоса, конечно, замечательные. Голоса замечательные. Более того, это люди уже опытные, уже, в общем, многоумеющие, много знающие. И результаты деятельности этой оперной программы, они, в общем, за себя говорят, потому что вот сейчас, пожалуй, самый известный баритон на нашем постсоветском пространстве, это Василий Ладюк. Это воспитанник молодежной оперной программы. Да, и сопрано Венера Гемодиева, которая тоже поет по всему миру и очень востребована. Это тоже воспитанница молодежной оперной программы. Да, они поют в Большом театре тоже, да, как приглашенные солисты, да, они, по-моему, там, собственно говоря, в таком статусе и находятся, да. Но здесь разговор идет именно о том, что это некая кузница кадров для всего оперного мира. Мира, да, сообщества. Сообщества, да. Ну что, давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Напоминаем, что у нас в гостях Константин Маслюк, руководитель Вятского симфонического оркестра имени Валерия Раевского. Через несколько минут мы начнем розыгрыш и гласим весь список призов. Но еще раз напоминаем, что открытие 60-го концертного сезона в нашей Вятской филармонии будет послезавтра, в воскресенье, первого числа, в 5 часов вечера, собственно, концерт Советского симфонического оркестра и солистов молодежной оперы Большого театра. Прервемся и скоро продолжим. 2191, напоминаем номер нашего телефона. Николай, предлагаю озвучить те призы, которые мы сегодня разыгрываем. Ну, конечно же, это пригласительный на концерт, о котором мы сегодня говорим, 1 октября. Открытие 60-го концертного сезона в филармонии. Константин Александрович нам принес 2 пригласительных, каждый из них на 2 персоны. Первый ряд, смотрю, я портер. А, нет, ряд третий, портер. А здесь вот у меня в пригласительном ряд второй портер. Портер, хорошо. Итак, да, пригласительные. У нас есть также пригласительные билеты в кинотеатр «Смена» на любой фильм и любой сеанс. Есть у нас пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Это выставка Татьяны Дедовой, Вятская губерния, города и села. 100 лет назад, неделю назад мы о ней рассказывали здесь. У нас есть сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки. Практический метод, этот сертификат на одного человека. Как раз сейчас идет набор в эту школу. Есть книги, как обычно. Ну, во-первых, книжка, которую мы разыгрывали уже и разыграли. У нас просто есть еще один экземпляр. Это «Светлые памяти» Владимира Высоцкого. Книга предоставлена группой компании «Норма». Посвящение известному исполнителю и поэту разных авторов. Это Ирима Казакова, Юлий Ким, Евгений Евтушенко, Александр Горадский и многие другие люди, с которыми пересекалась жизнь Владимира Семеновича, вспоминают его с восхищением и благодарностью. Без ограничения книжки. У нас есть книга от сети магазинов «Читай город», которая расположена по адресу Преображенская, 65, от торгового центра театра и Ленина, 103, от торгового центра Крыма. Это Диана Акерман. Интересное название. «Жена-смотритель зоопарка». «Жена-смотритель зоопарка». Там вот на суперобложке с обратной стороны подробно расписано, о чем книжка. Это автобиография. Как написано, это мощный триллер, основанный на реальных событиях. История о несказанной храбрости. 16+. 16+. Также вы можете попасть в городской зоологический музей. На две персоны есть пригласительные у нас. Также в областной краеведческий музей. На выставку «Салтыковская осень». На две персоны приглашения. Ограничения возрастного нет. И еще одно музыкальное событие. 4 октября 19.00. Группа «Эль Танго» устроит праздник танго и джаза в честь своего дня рождения. Сейчас Николай подробно расскажет. Да, это будет на большой концертной площадке ресторана «Гауди». Главными гостями станут танго-оркестр из Голландии. Уж не знаю, как точно сказать. Но «Танго Экстремо» называется. С новой программой клуб «Водевиль» и школа танцев «Ювента». То есть смотри, сколько людей. То есть это будет музыкальное путешествие в атмосферу варьете Парижа и Берлина начала 20 века. Ну а билеты вы можете приобрести в разных торговых центрах, в разных точках в нашем городе. Это и ЦУМ, и Европейский, и Гринхаус, и Профи Саунд. Ну и непосредственно на «Гауди». Вот такие билеты. Начинаем розыгрыш. Право задать первый вопрос. У нас принадлежит, как обычно, гость у Константина Александровича. Пожалуйста. 211-101. Напоминаю номер. Значит, в концерте, который состоится 1 октября, в числе прочего, прозвучит известная ария Оксаны из оперы Петра Ильича Чайковского «Черевички». В чём же вопрос? Опера «Черевички». Написана на сюжет, который Пётр Ильич почерпнул в одной из повестей одного из великих русских писателей. И, как обычно, три варианта ответа. А может, не будем давать? Я слышу звонок у нас там уже. Да, я думаю, что люди, которые... Вы писатели хотели, да, три варианта? Давайте без вариантов попробуем. Давай, пока без вариантов. Тем более, желающие уже есть. Тем более, сейчас, по-моему, там в кино что-то там сейчас... Ладно, идёт, похоже. Здравствуйте, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. А как вас зовут? Наталья. Наталья. Да, мы вас узнали. Вы наши постоянные участницы. Я думаю, что Гоголь, Ночь Петра и Жестова. Совершенно верно. Николай Васильевич. Совершенно верно. Николай Васильевич, Гоголь, Ночь Петра и Жестова. Наталья, в филармонию? Вы сегодня очень лёгкий вопрос задали. Хотелось бы, но 1 числа мне не буду в городе. На любой фильм, на любой сеанс. Ваш выбор. Хорошо. Не кладите трубочку. Он объяснят, как получить пригласительный билет. Итак, билеты в смену уже разыграны. Следующий вопрос. Николай Голикова. Николай, да. Ну, я сразу попрошу включить фрагмент произведения, а потом уже буду говорить. Субтитры создавал DimaTorzok до исполнения довольно странно, да, Константин? Да. Да, потому что исполняют его вообще-то не симфонические... Углаватые такой. Это исполняет рок-группа, вполне такая серьёзная, под названием Electric Light Orchestra. Ну, знаменитая. И вот этот вот фрагмент, он предшествует рок-н-ролльному такому произведению под названием Roll over Beethoven. У нас его обычно ошибочный перевод — «Посторонись, Бетховен». На самом деле, там ещё гораздо хуже, потому что английское идиомо Roll over значит «перевернись в гробу». Ага, ну, понятно. И в тексте этой песенки такая есть хорошая фраза. «Перевернись, Бетховен, и расскажи вот тому композитору, что в мире происходит». Имею в виду то, что в мире появился рок-н-ролл. Да к какому композитору-то авторы советуют обратиться и рассказать? А имя-то его там упоминается? Конечно, он прямо так и говорит. «Перевернись, Бетховен, и скажи вот этому товарищу, расскажи ему новости, которые происходят в мире». Три варианта ответа. «Расскажи Чайковскому», «Расскажи Шуберту» или «Расскажи Шуману». Вот кому в этом знаменитом рок-н-ролле советует автор поведать о рождении рок-н-ролла. Чайковскому Шуману или Шуберту. Ну, я напоминаю, у нас традиция такая в культпоходе. Если вы первый раз неверный вариант, мы вам даем еще вторую возможность. Так что у вас сколько? 66% у вас. У вас есть, тем более люди уже ничего не боятся. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. Ну, кому же там в этом рок-н-ролле советуют обратиться? Попробую угадать. Чайковский. Совершенно верно. Да, говорит. Расскажи Чайковскому Петру Ильичу. Расскажи Петру Ильичу, что рок-н-ролл в мире появился. Чак Берри сочинил рок-н-ролл. Очень многие исполняли, в том числе Битлз. Поэтому вы совершенно правильно угадали. Ну, что ж вы хотите получить за правильный ответ? Да. Хотелось бы книжку про Высоцкого. Книжку про Высоцкого. Все, она ваша. Не клонить трубочку. Вам расскажут, как ее получить. Володь. Да, светлая память Владимира Высоцкого. Так, помечаю, что разыграна эта книга. Ну, я сегодня поступил точно так же, как и две недели назад. У нас в гостях были Сергей Семишкур, Александр Чубаров. И я загадывал русские народные инструменты по звучанию. Сегодня будут инструменты симфонического оркестра. Давайте послушаем. У меня сегодня три заготовочки. Не знаю, успеем все или не успеем. На мой взгляд, легкие задания. Вот сейчас прозвучит первый инструмент. Ваша задача, собственно, его назвать. Все очень просто. Пожалуйста. Присутствует такой инструмент? Да. Хотя, напомню, в тот раз, когда у нас был Чубаров в гостях, он один из инструментов, он не узнал даже, который Володя. Жалейка, я загадывал. Нет, нет, жалейку-то он угадал. Вот второй вот этот вот, они, да, вот второй, они там задумались. Ну, там на самом деле такой звук. Звук какого инструмента вы сейчас услышали? Инструмента симфонического оркестра. Ну, нетрудно догадаться, что инструмент ударный. Ну, ты уж сразу и подсказываешь. Ну, да уж. Ну, сразу и подсказываешь. Зачем же так-то уж. Ну, есть желающие, ответите же, Володя. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой зовут? Олег, да? Да, Олег. Узнали у вас. Ну, что за инструмент? Мне кажется, это литавры. Конечно, литавры. Они самые литавры. Очень характерный звук, на самом деле. Да, очень сложно с чем-то перепутать. Такой для создания соответствующей атмосферы. Ух. Что хотите получить за свой правильный ответ? Если можно, на четвертый час. В Гауди хотите? В Гауди. Группа Эль Танго. Праздник танго и джаза в честь своего дня рождения с приглашенными еще и артистами. Из Галандии. Хорошо, не кладите, пожалуйста, трубку вам. Вам тоже объяснят, как получить эти билеты. Сейчас у нас небольшая реклама будет, да? И мы продолжим. Да, мы продолжим нашу беседу с Константином Маслюком, руководителем Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Есть еще призы, так что будьте с нами. Культпоход. Открытие 60-го концертного сезона в Вятской филармонии. Тема основная сегодняшнего культпохода. У нас в гостях Константин Маслюк, руководитель Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Чуть позже мы продолжим розыгрыш наших призов. Давайте, Константин Александрович, еще поговорим о том, что будет дальше после 1 октября. Что еще в планах до Нового года, так скажем еще? Мы стараемся всегда, чтобы любой наш сезон был интересным. Вы сюрпризы не анонсировали, кстати. К какому-то сезону, такому как юбилейный. Мы, в общем, готовимся с особым чувством. Что касается сюрпризов, ну, наверное, самый главный сюрприз это возвращение Щелкунчика. В 18 лет не было живого Щелкунчика в Кирове. Последний раз это было в 1999 году. Силами театра классического балета, тогда еще под руководством Карепановой, и оркестра, тогда еще под управлением Раевского. С тех пор вот по разным причинам вот это сотрудничество прекратилось, и несколько лет назад появилась идея это сотрудничество возобновить, уже немножечко, может быть, в другом качестве. Я имею в виду качество самой постановки, да. И с тех пор, конечно, сильно улучшилось качество игры оркестра. Нам, в общем, стоило неопределенных трудов организовать все это дело, да, и договориться, в частности, с драмтеатром, в котором все это будет происходить, потому что яма филармонии не может вместить симфонический оркестр. Но нам удалось все это согласовать, и я с удовольствием приглашаю наших граждан. Прекрасная новость совершенно, да. 7, 8, 9 декабря четыре спектакля мы делаем. Щелкунчик Петра Ильича Щейковского, да, силами театра классического балета города Кирова с участием, я знаю, что уже это тоже согласовано, дали согласие, ведущие солисты московского театра Станиславского, Немировича, Данченко, исполнить главные партии, да. И все это будет в сопровождении Вятского симфонического оркестра имени Раевского в драмтеатре 7, 8, 9 декабря. Удивительно. Да, все четыре спектакля проведу я. Вот, да, я имею в виду за пультом. Вот. Но, что касается сюрпризов, тут, конечно, надо будет говорить о юбилейном концерте филармонии. В этом году мы решили юбилейный концерт, юбилейным концертом, посвященным дате, да, открыть наш традиционный международный музыкальный фестиваль «Вятская весна». Вот, и там будут, конечно, и лучшие наши артисты участвовать в этом концерте, да, и приглашенные звезды. Вот не скажу пока, кто. Но это же сюрприз. Это, с одной стороны, сюрприз, да, с другой стороны, я думаю, что, ну, значительно, лучше и эффективнее будет, может быть, встретиться в феврале. Обязательно встретимся еще раз. В феврале, да, и вообще поговорить о том, что нас ждет фестиваль «Вятская весна», как это, в общем, всегда бывает. Вам большое спасибо за то, что проявляете интерес вообще к тому, что происходит. А я должен сказать, что, пожалуй, фестиваль «Вятская весна» это крупнейшее событие в сфере академической музыки, да, в нашем вот культурном пространстве. О «Вятской весне» нужно говорить ближе уже. Ближе к «Вятской весне». Соответствующим настроениям. Там задумано, например, я все-таки скажу, что будет два иностранных, зарубежных дирижера, а солистами в этих концертах выступят наши солисты, солисты «Вятской филармонии». Знакомых вам дирижеры? Лично? Лично нет. Ну, в смысле, я с ними разговаривал по телефону, общался, так сказать. Да, но вообще мы... Кто договорился? Конечно, по рекомендации определенные, так сказать, мы их пригласили. Да, это хорошо дирижирующие люди, интересные артисты, которые, опять же, и программы будут содержать некий такой компонент, который будет указывать на их происхождение. А что касается других событий, в 2018 году, 80 лет со дня рождения Валерия Александровича Раевского, мы, конечно, посвятим ему программу. Оркестр примет участие в фестивале, который пропагандировали две недели назад. Это «Земляки возвращения на вятку» да, вот 29 октября будет концерт симфонического оркестра, 30 ноября будет концерт камерного оркестра в рамках этого фестиваля. Ну, наши традиционные новогодние мюзиклы для детей. И вообще детский абонемент у нас существует и пользуется определенной популярностью. Это формат сказок с оркестром. И ближайшее событие в этом цикле, это 15 октября, прозвучит известная в Европе, не столь известная у нас, сказка французская, история слоненка Бабара. Есть такой, да, есть такой мультфильм. Мультфильм. Не слыхивал. Вот. Есть такой мультфильм и есть такая книжка. Вот. У нас это не очень знают. Вот. Мы решили это сыграть. Музыку написал выдающийся композитор Франсис Пуленк. И сказка будет исполнена оркестром, чтецом и предусмотрен визуальный ряд. Давайте продолжим наш розыгрыш. Немного времени остается. Николай, напомним, что у нас еще есть. У нас есть галерея прогресса, Вятская губерния, города и села 100 лет назад, выставка Татьяны Дедовой. У нас по-прежнему есть сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки практически метод. Диана Аккерман, книжка «Жена смотрителя зоопарка». Пригласительный билет в городской зоологический музей на две персоны. Да, в областной кровеческий музей на выставку Салтыковской осенью вы можете попасть. А на Гауди попасть уже не можете. Зато у нас еще остались билеты на открытие сезона филармонии. 1 октября, воскресенье, 17.00. Это Симонич Райске и концерт молодежной оперной Большого театра. Следующий вопрос. Да, вот как раз связан с Большим театром. Кто из великих русских композиторов в течение года работал в должности штатного дирижера Большого театра? И три варианта ответа. тут следует два варианта. Это Михаил Иванович Глинка, это Петр Ильич Чайковский или Сергей Васильевич Рахманинов. Рахманинов, Глинка или Чайковский в течение года в Большом театре работал в качестве штатного дирижера. 211-101. Ждем ваших звонков. И тоже, опять-таки, не бойтесь, да, то есть с первого раза если не угадаете, мы не отрежем кусочек приза от вас, вы получите его целиком. Я помню эту историю, кстати, он был вынужден работать, ну, потому что... А вот уже кто-то сейчас нам расскажет эту историю, Володя. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Рахманинов, Глинка или Чайковский? Я предположу, что Рахманинов. Совершенно верно. Совершенно верно. Ваше предположение верно. Правильно, да. Ну и что, первого числа на концерт филармония? Алло, мы вас спрашиваем просто уже. Алло. Алло, вы с нами? Пожалуйста, перезвоните нам еще 211-101. Либо, наверное, уже после, после, собственно, через пять минут после завершения программы. перезвоните, потому что мы сейчас продолжим следующий вопрос. Иначе вы приз не получите, если не позвоните. Хорошо, Николай, вопрос. У меня, как всегда, маленький фрагмент музыкальный сейчас прозвучит, и потом я задам вопрос. Фрагмент хотим, музыкальный. Звучит та же самая команда электрогеталл-оркестра, которые пытались в свое время создать такой симбиоз рок-группы с привлечением инструментов симфонического оркестра. Там струнная секция. Струнная секция. У них когда-то были и волторны, когда-то были тромбоны и трубы. А в итоге у них на период их славы, пока они совершенно не стали коммерческой группой, не отменили все эти эксперименты, у них было постоянно такое струнное трио. Они постоянно звучали у них в период всех славных лет. Я просто хочу спросить, какой был состав этого трио. То есть варианты такие. Это были две виолончели и скрипка. Это были две виолончели и альт. Ну или это было две виолончели и контрабас. То есть вам надо просто угадать. Третий инструмент скрипка, альт или контрабас. Вот тот угадает, тот получит следующий приз. Скрипка и контрабас. То есть две виолончели было точно. Ну вот так, если так постараться позиционировать виолончели, контрабас, я думаю, что тут можно догадаться. По звучанию отличается. Да, и тем более, что когда мы сейчас слышали фрагмент, там очень четко слышен инструмент, который собственно у них кроме ванчелия присутствует. Ну, я думаю, что и слушатели у нас догадливые. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Я думаю, что Альт. Вы думаете, что Альт? Я тоже думаю, что Альт, кстати. Да? Нет, вы вот и в болоте. Вы как бы не кладить трубочку, ничего страшного не случилось. Скажите только, как вас зовут. Да, скажите, как вас зовут. Меня зовут Сергей. Сергей. Вот Альт, давайте мы отложим в сторонку. Вот у вас остался вариант. Либо это была скрипка, либо контрабас. Сергей. Да не бойтесь вы. Давайте скрипка. Конечно, скрипка, да. Понятно все. Две виланчели и скрипка. Альтисты у них тоже бывали, но они как-то надолго не задерживались. А вот эти трое были в течение всей, так сказать, истории. Простите свой глупый вопрос. Скрипач не может играть на Альте? Я думаю, что в принципе может. В принципе может. В общем, не должен, но некоторые играют. Некоторые играют. И тем более, если музыкант профессиональный, скажем так, он, конечно, может это сделать. Но он не будет. Нет, он должен специально учиться. В общем, это все. Да, да. На самом деле это разные музыкальные инструменты. Но мы отвлеклись от нашего победителя. Вы победили. Что бы вы хотели получить? На концерт первого числа пойдете в филармонию? Первого нет, мне может быть, к сожалению. Не может. Да что ж такое-то? А куда пойдете тогда? Там, может быть, книжечки остались? Осталась прекрасная книжечка. Жена-смотритель зоопарка. Триллер, основанный на реальных событиях. Ну, давайте. В гости к жене-смотритель зоопарке пойдет. Диана Акерман, книжечка. Это ваша, не гладит трубочку. Вам расскажут, как сможете ее получить. Хорошо. Так, третий фрагмент. Сейчас попрошу включить нашего звукорежиссера Артема. Я продолжаю загадывать инструменты, присутствующие в симфоническом оркестре. Вот сейчас посложнее будет, думаю, задание. Там не совсем возможно на слуху название инструмента. Ну, все-таки попытайтесь, пожалуйста. Что-то такое печальное. Ну, вот я в перерыве. Я Николаю Константину Александровичу говорил, что за инструмент загадаю. Вот это он. То есть мы ответ знаем. Если хотите, могу сразу же подсказать, там в названии этого инструмента есть привязка к конкретной стране, в которой, собственно, его и придумали, да? Или не совсем? Нет, это не очень связано. Не совсем так. Давайте так аккуратно о нем расскажем, без особых подсказаний. Это уже и звонящий, конечно, да. Алло. Да. Добрый день, как вас зовут? Александр. Александр. Вы не звонили еще нам? Сегодня нет. Нет еще, хорошо. Сегодня нет. Ладно. Как вы думаете, что за инструмент прозвучал? Гвой? Вы очень рядышком попали. Вот очень рядышком. Я у Константина Александровича интересовался. Принято считать, там некоторые считают, что он как раз-таки из разряда вот этих инструментов. Ближайший родственник, да. В принципе, мы уже можем счесть ваш ответ правильным. А вариантов были ли нет? Вариантов не было. А, не было. Я просто скажу не правильно. Название этого инструмента состоит из двух слов. Из двух слов? Да. Первое относится к стране, а второе, скажем так, к форме. Тогда я, наверное, не угадаю из двух слов. Это сложный вопрос. Но вы все равно, я бы, честно говоря, тоже не угадал бы. Я думаю, что вообще гобойный ответ мы можем принять. Гобойный? Да. Принять. Тогда мне на концерт, пожалуйста. Нет, давайте сначала выясним, как он называется, а потом уж мы вас на концерт отправим. А, ну давайте. Называется он английский рожок. Английский рожок. Вот ближайший родственник Гобоя. Это ближайший родственник Гобоя, поэтому ничего страшного. Придете на концерт, когда, обратите внимание, у нас сидит два Гобоя, а справа еще сидит. Скромненько приместился. Молодой человек и держит похожий на Гобоинструмент, который называется английский рожок. Но основная разница, да, Константин Александрович объяснял, строй разный все-таки. Строй, да. Хорошо, мы вас с удовольствием направляем на концерт, открытие 60-го концертного сезона, концертом Вятского симфонического оркестра. Не кладите, пожалуйста, трубку, наш помощник вам объяснит, куда за этим пригласительным прийти. На этом все. Завершается программа Культ Поход. Благодарим нашего Гонс и гостя. Константин Маслюк, руководитель Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Мы приглашаем всех слушателей. Большое вам спасибо. И коллегам с Радио Эхо Москвы, и нашим слушателям, милости просим в Вятскую филармонию. Спасибо. Спасибо. На этом все. Ну, я, кстати, не прощаюсь. До встречи в программе «Сделанная в Вятке» через 20 минут. Ну, а я в понедельник. Николай, видимо, говорит «До свидания». До свидания. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова